Добро пожаловать на канал криптовалюта Neolife. Всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Так команда Magnetic объявила, что первая игра Tappalco Factor, построенная на XRP Ledger, уже почти готова к запуску. В данной игре будет airdrop в реальных токенах, так что не пропускаем анонса и обязательно начинаем активно играть в нее, как только она выйдет. Здесь есть возможность хорошо заработать. Также на платформе Magnetic вы всегда можете разместить активы в пулах автоматизированного маркетмейкера через инструмент фарминг. Ведь фарминг дает ежедневные награды в зависимости от размера вашего депозита в пулах. И соответственно, чем выше ваш депозит, тем более высокая ваша итоговая награда каждый день. А повысить награду можно первое, это объемами торгов, то есть надо купить или продать актив из пулла фарминга, в зависимости на какую сумму XRP вы купили или продали, то у вас будет буст от 2,5% до 15%. И второй способ повысить награду это наличие Magnetic NFT, в зависимости от ранга, который дает от 2,5% до 15% к вашему итоговому вознаграждению. Все ссылки на платформу Magnetic будут в описании к видео, переходите, изучайте и зарабатывайте вместе с нами. Также еще одна новость, что будет с криптовалютами в России, и юрист Андрей Тугарин объясняет новый закон. И он говорит, что если бы пришел запрет на организацию обращения криптовалюты, тогда мы могли бы порассуждать о последствиях, которые не позволят организовать бизнес обмена согласно российскому праву. А иностранные обменники и биржи начали бы работать скорее всего только через VPN. Это было бы очень неприятно, но хорошо, что этого не случилось. К общественности прислушались и запрет на криптовалюту в итоге убран из законопроекта. А запрет на рекламу криптовалют депутаты обещали убрать, однако он остался. И уже понятно сейчас, что реклама с лозунгом «У нас самый выгодный обмен биткоинов или криптовалюты» с 1 сентября 2004 года будет недопустимо. И биржам и обменникам придется править свою рекламу. Также, что еще меняется для майнеров? Да почти все, они сами этого добивались и хотели. История начиналась с ворованной электроэнергии. Украли, видимо, так много, что дошло до аппарата президента. И теперь майнеры будут обязаны быть в реестре, а реестр власти должны активировать 1 ноября. И майнеры будут обязаны отчитываться за добытую криптовалюту в полномоченный орган, и им уже отчитываться за всю проданную намайненную криптовалюту. И еще в рамках эксперимента мы можем увидеть биткоин на Мосбирже в статусе товара. Напомню, что в России уже более 3,5 лет действует запрет на расчет цифровой валюты, но штрафов все еще не предусмотрено. В свою очередь, Анатолий Аксаков говорит, что биткоины можно будет обменивать на цифровые рубли. И он считает, что с появлением такого инструмента обмена, необходимость в P2P платформах на базе криптобирж исчезнет. Анатолий Аксаков рассказал, что в России могут появиться некие площадки, обеспечивающие сделки купли-продажи цифровых активов. А Центробанку, в свою очередь, стоит предоставить больше свободы, чтобы он дал возможность быстрее создавать эти инфраструктурные объекты. Поскольку рынок виртуальных активов чрезвычайно подвижен, рассудил депутат. И как только цифровой рубль станет востребован, надо, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован во владении цифровым рублем. А от себя я хочу сказать тут весь вопрос, что такое должно случиться, чтобы цифровый рубль стал востребован. Ваше мнение пишите в комментариях. Также еще одна новость. Команда Hamster Combat Хомяков пообещала раздать игрокам 60% своих токенов. Создатели игры Кликера заверили, что грядущий артдроп станет самым крупным за всю историю существования крипторынка. И 60% от общего объема выпускаемых токенов Hamster Combat предназначено именно для игроков. А остальное будет использовано для обеспечения ликвидности рынка, партнерств с экосистемой и грантов, вознаграждений и других целей. Как вы знаете, аудитория игры достигла уже 300 миллионов пользователей. Также по уверению разработчиков, разделы ежедневная комба, ежедневный шифр и мини игры привлекают около 50 миллионов человек каждый день. Игра сама уже достигла прибыльности, уверяет команда. Также в будущем будет и второй сезон раздачи токенов Hamster, стоимость которых будет определять спрос и интерес сообщества. Проект планирует выпускать обновления для привлечения внимания игроков. И получается, что больше игроков, больше капитализация, значит и большой дроп для каждого игрока, пишут в команде. Далее, Энтони Помплиано говорит, что биткоин будет храниться на балансе США в течение следующих 10-15 лет. И он сказал, что около 50% активов его собственного инвестиционного портфеля занимает различные цифровые валюты, а доминирующая роль окончается именно биткоину. И он уточнил, что рассматривает биткоин не только как долгосрочную инвестицию на срок от 30 лет и более, но и как основу благосостояния будущего поколения его семьи. Помплиано отметил, что в последнее время на фоне предстоящих выборов президента США и роста государственного долга он заметил схожее понимание роли биткоина в благосостоянии будущих поколений и политических кругах, где формируется консенсус, а сенаторы и конгрессмены хотят, чтобы правительство США аккумулировало биткоины. Далее, Мистер Мэн пишет, что вот и все, Астра и Лихтенштейн будут подключаться к платежам Ripple через платежный хак Финастра, а остальные более 300 клиентов будут использовать услуги Ripple, это более 80 рынков и 90% покрытия глобального рынка FX. Подождите, пока XRP не будет определен в рамках юридической конструкции и не будет настроена вся цифровая система. Далее, компания RippleX пишет, что платформа токенизация OpenAden Labs вводит токенизированные казначейские векселя США T-Bills на XRP Ledger. Более того, Ripple создает фонд для инвестирования в токенизированные казначейские векселя и выделяет 10 миллионов долларов США на токены T-Bills в рамках этого фонда. А блогер Emily пишет, что Ripple расширяет партнерство с Национальной Федерацией Ассоциаций серверов центральных банков, это говорит о многом. Также Jiren Labs, корейская венчурная студия Web3, объявила о получении финансирования от недавно запущенной XRP Ledger Японии и Кореи. Также она пишет, что DiliPrao, это бывший глобальный руководитель отдела инфраструктурных инноваций Ripple, говорит, что мы стремимся использовать XRP в качестве финансового актива для различных учреждений в качестве связующего механизма. И XRP не предназначен для розничной торговли. Я хочу выделить тут именно этот момент. И заявление здесь двоякое, с одной стороны они говорят, что XRP не предназначен для нас, держателей, а с другой это говорит о том, что цена на XRP будет очень высокой. Далее, Барри Кей пишет, что XRP в движении. XRP лидирует. XRP криптовалюта номер один в финансах. Не думайте, что у вас всегда будет доступ к дешевому XRP. Не думайте, что у вас будет время накопить дешевый XRP. Не думайте, что вы знаете, как XRP поведет себя в этом бычьем тренде. Ведь скоро XRP взлетит до небес и произойдет все ваши ожидания. А технический директор компании Ripple Дэвид Шварц говорит, что если стоимость подсюжения снизится почти до нуля, то мир станет другим местом для жизни. И это определенно произойдет, считает он. Также Роб Каннингем пишет, что XRP и DLT разрушает тиранию центральных банков по всему миру. Компания Ripple будет партнерствовать со многими странами членами BRICS, торговых партнеров, которые откажутся от доллара США, которые больше не будут подвергаться централизованной санкционной тирании и злоупотреблению мировой резервной валюты. Также еще Черный Лебедь Капиталист пишет, что хотите верьте, хотите нет, но XRP за последние 6 лет создал огромное давление, которое пройдет к мега росту цены. Чрезвычайно сильные фундаментальные показатели. Чрезвычайно сильные технические показатели. Чрезвычайно недооцененный перепроданный актив XRP. Чрезвычайно полезные диеты, распространяющие фуд. Далее XRP Half Care пишет, что на основе фрактала весны 2017 года ожидается, что XRP взлетит примерно до свыше 6 долларов США. А по моим ощущениям даже будет выше 7 долларов США. Далее за этим скачком вероятно последует коррекция, а после нее у XRP будет окончательный подъем примерно до 32 долларов США, что фактически завершит сезон альткоинов. В заключении видео криптобиллбула анализирует график XRP, показывает какие наиболее вероятные цели мы по нему увидим. И это такие цифры, это 75 центов, 1 доллар 13, 3 доллара и 3, 6 долларов 15, 26 долларов и 6 десятых, 50 долларов, 113 долларов и потом свыше 300 долларов США за 1 XRP. Спасибо за внимание, надеюсь вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok